МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «Бизнес-среда». Мы будем рассказывать о новостях предпринимательства, изучать успешный опыт и говорить о государственной поддержке. Сегодня речь пойдет о научно-производственном предприятии «Бреслер». Его директор Николай Самсонов расскажет о том, как предприятия работают в сложных экономических условиях, какие новые проекты есть у компаний и как «Бреслер» готовит себе кадры. Николай Самсонович, здравствуйте! Ваше предприятие, научно-производственное предприятие «Бреслер» входит в состав так называемого электротехнического кластера Чувашской Республики. Расскажите немножко из истории предприятия, когда оно появилось, что Вы производите, что Вы пускаете? Наше предприятие создано в 1992 году. Занимаемся полным циклом от разработки до изготовления, внедрения, настройки, пуска, наладки аппаратуры релейной защиты и противоаварийной автоматики для энергосистем. В данном случае мы находимся в начальной стадии техпроцесса. Это изготовление печатных плат, это составляющая терминалов. Терминалы – это, если по-простому, специализированные компьютеры, промышленные компьютеры именно для наших задач. Расскажите, что за печатные платы Вы производите? Для чего они вообще необходимы? И как происходит процесс изготовления плат? Ну, чтобы было всем понятно, зрителям, могу сказать, что по аналогии компьютеров, тех же самых бытовых компьютеров, есть платы процессора, есть периферия. Если там звуковые, то есть платы связи с объектом. Соответственно, в зависимости от задач устройств автоматики, защиты от контролируемого объекта, в зависимости от количества датчиков, их типов и так далее, используются различные блоки. В целом, собирается такой терминал, который обеспечивает связь с объектом. С одной стороны, сбор информации различных – о ток, о напряжении, о мощности в энергосистеме. Дальше, соответственно, компьютер обрабатывает всю эту информацию, отслеживает ситуацию, проверяет там, какой ситуации – аварийная, неаварийная, критическая. Это, соответственно, выдает определенные управляющие сигналы. Ну, например, если уж критический случай – аварийная на энергообъекте, то отключение или отсечение аварийной части энергетики, а в последующем – восстановление, соответствующим образом, нормальной работы всей этой энергосистемы. А вообще процесс изготовления платы, я насколько понимаю, он очень автоматизирован сейчас, максимально автоматизирован? Да, здесь используется передовая технология, так называемая, поверхностного монтажа. Поэтому мы обеспечиваем здесь сборку печатных плат практически любого класса сложности. Ну, к сожалению, это мировая практика, и такая также происходит и в крупных фирмах, ну, например, тот же самый «Сименс», «Филлипс» и так далее. Если взять зарубежные или наши передовые ответственные предприятия, какая была, не была бы передовая автоматика, есть вещи, которые нельзя обойтись одними автоматами. Ну, например, нестандартные детали, сложные формы некоторые, там без человеческих рук не обойтись. Работа идет в круглосуточном режиме или все-таки на ночь, допустим, выключается оборудование? В настоящее время оборудование у нас загружено в среднем на 20% при односменной работе. Это означает, что у нас пятикратный резерв, а теоретически при трехсменной работе это получается 15-кратный резерв. Это мы, на этот шаг мы шли умышленно. С одной стороны, мы, это класс оборудования, который обеспечит такую производительность, соответственно, обеспечивается отличие качества, с точки зрения качества. С другой стороны, у нас большие планы в развитии, и как раз вот этот резерв мы планируем использовать в последующие годы. В частности, сейчас у нас идет крупный инвест-проект. Сейчас ведутся у нас работы с государственной корпорацией развития малого и среднего бизнеса, чтобы нас включили в программу так называемой 6,5 при участии внешторбанка, при поддержке правительства нашей республики, соответственно, мы получаем льготный кредит и строим следующий, второй этап нашего, второй комплекс нашего научно-производственного комплекса. И в последующем, как раз, возвращаясь к данному оборудованию, оно будет рассчитано, будет использоваться полная мощность, и мы рассчитываем увеличение объема производства в 5-6 раз в ближайшие 3-4 года. То есть мы, да, я слышала, что у вас новый инвестиционный проект на 120 миллионов инвестиций, по-моему, да? Да, это половина стоимости проекта, 120 миллионов через внешторбанк, по программе 6,5 идет такая поддержка, ну, а другая половина за счет наших собственных средств. Новые площади, в том числе мы будем расширять оборудование еще, закупать. Запланировано, что через 3 года где-то количество работающих еще возрастет на 150 человек, соответственно, и объем продукции. Николай Самсонович, ну вот говорят, что кадры решают все, и вот в Чувашии делается большой упор на подготовку именно технических специалистов, инженерных кадров. Скажите, вам хватает специалистов, или вы сами как-то дополнительно готовите? Кадры – это основная решающая сила. У нас своя система подготовки кадров. Я тут вернусь в историю, скажу, что мы сами вышли из университета, создали предприятие в 1992 году, будучи еще преподавателем университета, и по сегодняшний день мы участвуем в подготовке специалистов. Преподают наши сотрудники, ведущие сотрудники преподают в университете. Мы оттуда и выбираем кадры. Кроме того, те же самые студенты уже со второго, с третьего курса начинают проходить у нас практику, и к старшим курсам они уже почти как полноценные работники, а к получению диплома они уже готовые специалисты, которым не нужно дополнительное время, чтобы адаптироваться к нашей специфике, к нашему производству. И таким образом мы производим подготовку кадров. В частности, нынче, например, на этот год у нас запланировано принятие новых выпускников в университете, 12 человек, которые в настоящее время у нас проходят стажировки. Геларий Самсонович, вот 2016 год сейчас уже близок к экватору, к середине. Какие у вас планы? Как вы смотрите, сможете ли справиться с тем же самым кризисом? Насколько он на вас повлиял, на ваше предприятие? И вообще, как планируете в 2016 году работать? Кризис, конечно, он свои отпечатки накладывает. Тем не менее, объемы производства у нас сохранились, но, соответственно, объем реализации тоже. Я уже говорил, прежде всего, это за счет освоения новых потребителей, новых рынков. И другая составляющая – это расширение линейки продукции. Это было интервью с руководителем научно-производственного предприятия «Бреслер» Николаем Самсоновым. Знакомство с экономическим потенциалом Чуваши мы продолжим в следующих программах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова